Ну вот пишем, сейчас Женя нам расскажет про мультиштамбовые липы. Да, мультиштамбовые липы это, начали по мелколистой у нас, мультиштамб, как альтернатива штамбовой форме, которую у нас есть в питомнике Ярус в большом количестве, от двух до трех метров и выше. Вот хорошая кустистость, многие сейчас используют как часто наземенную, так и в гороскопе. Ну для живой изгороди, да? В том числе. Ага. А прирост какой она годовой дает примерно? Ну вот, больше метра. А, больше метра, да? А и застригать ее можно каждый сезон, правильно? Каждый год, да? Конечно, застригать, придавать форму, от этого накуститься еще больше. Вот, вот такого качества. Ну, кстати, неплохая вот решение, например, даже та же самая ветрозащита, да? Допустим, когда коттеджный поселок какой-нибудь идет. Это защита, можно попробовать из нее изгородь действительно плотную. Ну, плотную изгородь можно выгнать до шести метров, я думаю, даже, да? Да? Это же дерево первой величины липа, все равно остается, даже несмотря на то, что это мультиштамп, да? Да, именно так. Вот, смотрите, вот такие липы, мультиштамбы. Сейчас у них высота, получается, где-то 2 метра, да? 2 с плюсом, да? Да, от 2. От 2, 2-3, да? И выше. Ну вот, Евгений, станьте между вот этими двумя липами, как раз, чтобы было, будет более-менее видно. Ну вот, да, да, да. Вот, кстати, хороший вариант действительно для живой изгороди. По-моему, насколько я понимаю, и липа еще и неприхотливое растение, правильно? То есть элементарные просто обработки от тех же болезней и вредителей раз в месяц, и никаких проблем, значит, уже не будем, правильно? Вот, видите, липа мелкорисная, то есть реально использовать ее. Можно же по всем этим граням застригать, правильно? Там и бока, и верха, а? Любую форму, да? Да, и делать акцент на то, что это сильно рослое, то есть какие-то точные, да, фигур абстрактных или там, ну, требующих каких-то четких форм, скорее не получится. Но шпалеры, просто плотная стена, допустим, это вполне возможно. Ее, я так понимаю, в любой высоте можно держать, да, стрижкой? Да, не сильно низкой, естественно, да, не сильно низкой. Ну, а, допустим, если держать ее в высоте, там, 4-5 метров, это вполне достаточно, да? Да, да, естественно. Просто я говорю, там, не метр, да, то это будет слишком жестко для меня. Ну, вот, кстати, неплохой, да, вариант, действительно, для живой изгороди, особенно если, допустим, огородить какую-то территорию, там, допустим, какой-то закрытый коттеджный поселок. Вот сейчас очень много запросов идет в Татарстане именно по ограждению, имеется в виду не строить каменные, бетонные заборы из профнастилы и прочее, а именно сделать, как в Европе, живой зеленый забор. Вот такая липа мелколистная. Здесь, кстати, в питомнике вот ярус, она в очень отличном качестве, можно подобрать вот даже изначально любой высоты. Но, в принципе, я так понимаю, что липа мелколистная, она очень хорошо, приросты хорошие годовые дает, да, там? Годовые, и, скажем, в отличие от боярышника, который, чаще всего, используется на изгороде, нет колючек. А, нет колючек, кстати, да. Но, единственное, что все-таки боярышник у нас, это средний рослый кустарник, высокорослый кустарник, а это все-таки дерево, правильно, первой величины. Вот, то есть это надо понимать, по той причине, что если боярышник сливолистный, пропуск стрижки вам еще может простить, вы можете в следующем году что-то подправить. Здесь, если запустить на 2-3 сезона, то обратно возвращать, и это будет кардинально омолаживающая обрезка, раз, и второе, это, наверное, уже и агротехнику придется держать, потому что откроем ворота для болезней, вредителей и прочее. Стрижка более интенсивная, а стрижка более жесткая, что сразу же на длительный период уменьшит декоративность. То есть это будут обрубленные большие ветви, пока они зарастут, нужно будет время. Евгений, ну а вот такой вопрос, все-таки у боярышника, допустим, сливолистного, у него очень красивый декоративный осенний окрас, правильно, то есть это такое, это надо подразумевать еще в плане строительства живых стен, ну это одна из отличительных особенностей, правильно? Сливолистного боярышника одна из отличительных особенностей, это его окраска осенью, и его неприхотливость и зимостойкость, то есть он хорошо зимует, а и декоративность, естественно, да, мне кажется, с липой сравнивать нельзя, но у него очень блестящий глянцевый лист, особенно когда запускается зеленый, да, и затем поменяется в яркую окраску осень, чего у липы, ну прям такого нет. То есть, если резюмировать, мы можем сказать следующее, что если мы рассматриваем, допустим, живые стены высоты, ну условно говоря, 4-5-6 метров, то можем рассматривать две культуры, это как бы липы мелколистные или боярышники, например, сливолистные, правильно? Все зависит, наверное, от задач тех, которые подразумеваем, потому что тот же самый, например, боярышник сливолистный, я ничего не вижу плохого в колючках, потому что можно сделать двух- или трехъярусную, правильно, живую стену. Ну, здесь уже, как часто обращают внимание на колючки, когда есть маленькие дети, так скажем, если это частное зеленение, да, но, как правило, это не мешает, как раз это первая культура, которую используется для формирования живых изгородей высоты. Это боярышник. Боярышник. Ну, все, вот, пожалуйста, липы мелколистные, мультиштамп, то есть, да, это, я так понимаю, наверное, даже можно рассматривать как достижение быстрого результата живой стены липы мелколистные, да? Да. То есть она же, наверное, все равно дает прирост больше, чем боярышник сливолистные, или они сопоставимы? Я не могу сказать сейчас, но, судя по тому, что мы здесь наблюдаем, то больше. Ну, вот, смотрите, это липы мелколистные, очень в хорошем исполнении.